Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Мы выходим в прямом эфире одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссёры Михаила Эверстов, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. С 2014 года в Якутии действует Государственный театр коренных малочисленных народов Севера Гулун, созданный на базе народного ансамбля танца Гулун. В будущем году театр уже будет отмечать своё десятилетие, о репертуаре театра, о том, каким было время становления молодого театра, с какими проблемами сталкивается театр. Об этом наш разговор с директором театра Василием Романовичем Слепцовым. Здравствуйте, Василий Романович! Добрый день! Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, во время прямого эфира можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, Василий Романович, о репертуарной политике вашего театра. Ваш театр был создан на основе ансамбля народного танца Гулун. Это как-то повлияло на политику вашего театра? Безусловно. Театр наш, как вы уже сказали, в 2014 году создан на базе народного ансамбля Гулун, руководителем которого являлась и по сей день является, возглавляет, ведет нас всех вперед, любовь к себе на Никитина. Вот и в связи с тем, что основу ансамбля составляют танцоры, артисты именно по направлению хореографии, которые закончили колледж-культуру, артический институт. Классический вид искусства. Да. Вот и мы стараемся, конечно, больше уделять, стараемся уделять внимание пластике. Вот. Ну и вы все прекрасно знаете, коренные молчацы народа Севера мы представляем пять народов. Это Эвены, Эвенки, Юхагиры, Чукчи, Далганы. Есть, конечно, свои нюансы. Не все спектакли идут на родном языке, но не без этого, конечно, у нас тоже есть спектакли на родном языке. Вот. И чтобы... Ну, он такой универсальный же язык, язык тела, пластики. И вот, и это очень правильное направление, либо я сильно свою выбрал, когда театр создавали. Ну и поэтому в основном у вас это основывается на фольклоре, да? На народном творчестве. Да. Ну, наш театр в первую очередь должен вообще на оригинале показать все обряды, традиции, как это было в те времена, и мы сейчас должны это здесь транслировать, как-то развивать и дальше... Показывать культуру. Да. Все обряды должны быть. Как они изначально были, мы стараемся работать и показывать именно это. Ну вот расскажите об истории вашего театра. Вот скоро уже десятилетие, на будущий год будете отмечать. Вот как все это начиналось? Ну, на самом деле, художественный руководитель нашего театра Львы Алексеевны Никитина очень долго ставил вопрос о придании статуса ансамблю ГУЛУН статуса государственной. Очень много лет, ни пять, ни десять, даже более, очень много над этим работало. Работали с Ассоциацией коренных молчатых народов Севера. Нас очень сильно в этом вопросе поддерживала Варвара Григорьевна, Белолюбцкая, Аркук. Вот, и очень много бегали по разным инстанциям, нужен статус государственный. Вот, и буквально в 2013 году, если не соврать, Егор Афанасьевич, был съезд женщин коренных молчатых народов Севера, вот, и там также вопрос подняли, что вот у нас есть ансамбль ГУЛУН, который нас представляет не только в республике, в России, но и за пределами нашей страны. И, конечно же, ансамбль ГУЛУН очень много принимал участие именно в представлении республики за рубежом, в каких-то фестивалях, конкурсах. Ну, это очень известный ансамбль, конечно. И также очень много деловых поездок проходит руководство нашей республики за пределы страны. И да, и очень много мы там принимали участие. Вот, и потом возник вопрос, что, а почему делать ансамбль ГУЛУН государственным? Давайте создадим театр. Вот, специально театр коренных молчатых народов Севера. Вот, и в мае 2014 года вышел указ на то время исполняющего обязанности главы республики Егора Афанасьевича Борисова о создании первого, единственного в России государственного ансамбля коренных молчатых народов Севера с 1 сентября 2014 года. Вот, и с сентября началась активная работа. Мы должны были же сделать хорошее открытие. И в декабре, 6 декабря 2014 года, мы представили нашим дорогим зрителям премьерный показ спектакля «Гасахунат. Девушка стерх» по либретто Василия Харасхала. Вот, режиссёром данного спектакля выступила ныне покойная уже наш главный режиссёр «Матрёна Владимировна Корнилова». Матрёна. Да. Вот. Ну и так потихонечку начали, и уже буквально через 4 месяца мы представили уже следующий спектакль. И потом, как и положено, любое государственное учреждение должно в год представлять несколько премьерных спектаклей. Вот, и теперь, согласно госзаданию, мы в год, каждый год 2 спектакля показываем. Это мы с 2014 года начали, и на сегодня у нас уже достаточно много спектаклей разных режиссёров. Вообще, Любая Алексеевна выбрала такую политику, что если у нас постоянно режиссёр будет, то мы будем как-то в своём соку бороться. Вот, и поэтому мы стараемся режиссёров привлекать. Многие театры так делают, да? Приглашают. Да, это очень полезно для развития. Вот. А в каком здании, где вот находится театр ваш? С 2014 года за нами закрепили репетиционное помещение, зал бывшего колледжа культуры и искусств, культ просвета. Это по адресу Петра Алексеев 49, дробь 1. Очень много людей там упустилось, все знают об этом. Вот, и буквально 2-2,5 года мы работали там. У нас помимо репетиционного зала были две маленькие комнаты для артистов, где они могли переодеваться. Вот, и два офисных помещения было. И всё, больше ничего не было. И вот так потихонечку работали, работали. И в 2016 году, благодаря народному депутату Галамарёву Елене Христофоровне, ну, на самом деле, очень много людей, кто нас поддерживается, переживает, помогает нам как-то расти, двигаться. Вот, в 2016 году мы ходатайствовали в Министерство культуры, и Министерство культуры уже отработало с Министерством имущественно-земельных отношений. И в 2016 году нам выделили помещение в доме «Севера» по улице Чернышевского. Вот, и, к сожалению, там очень, там был, там размещался департамент по делам народов «Севера», ныне это Министерство по развитию Арктики. Вот, и там актовый зал был небольшой, мы его переоборудовали своими силами. Очень долго у нас не было ни одежды сцены, как это должно быть, да, в театрах. Ни одежды сцены, ни театральных кресел, ну, ничего, от слова совсем ничего не было. Мы из разных кабинетов таскали стулья, там пытались сами из досок что-то, ну, какой-то помост сделать, чтобы зрители в затылок не смотрели друг друга. Вот, и в 16-м году мы переехали туда. Также нам выделили в этом же здании помещение бывшего ресторана «Туюн». Но, к сожалению, им, видимо, не понравилось, что они были вынуждены покинуть это здание. И нас там вообще ни с чем оставили. Ладно, если на Петра-Лесео у нас был зал и два кабинета, а здесь нам дали помещение, там, 400 квадратных метров. Ни кафеля, ни унитазов, ни раковин, ничего абсолютно. Всё выдрали, всё выдрали, да. Лампочки, дверные пороги, всё-всё абсолютно. Вот, и мы только и делали, что подметали, и каждыми днями пытались это всё как-то, как на стройке. Там вот так пыль стоит, вот, и звёздка, и... Ну, ничего, потихонечку начали работать. С энтузиазмом взялись. Да. Ну, когда как у ансамбля «Гулун», потом уже у театра, никогда своего ничего не было. И тут нам дали вот 400 с лишним квадратных метров. Для нас это было, конечно, большим достижением. Да, конечно. Вот, и в последующем, опять же, Любовь Альсина обращалась к народным депутатам. В министерство мы обращались, но там, опять же, есть госпрограмма принятая, где не предусмотрены там финансовые средства, поэтому пытались как-то, ну, другие выходы найти. И в 2017 году нам выделили финансовые средства именно на укрепление материально-технической базы. То есть мы могли себе мебель купить, там, театральные кресла, одежды, сцены и плюс ремонт провести. Мы все так обрадовались. Буквально во втором полугодии, даже, наверное, в четвертом квартале. Все, нам деньги дают, говорят, давайте все, объявляйте конкурс, ну, там все согласно букве закона. Вот. Ну, дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, и после рекламы через две минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня» и говорим о Государственном театре коренных малочисленных народов Севера Гул-Лун. И сегодня у нас в гостях директор этого театра Василий Романович Слепцов. Телефоны прямого эфира 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы гостю студии. Ну, вы вот так вот обустроились в этом здании? Да, ну, мы начали обустраиваться. Недолго музыка играла, у нас эти деньги сняли, сказали, все, денег не хватает на дни Якутии в Москве, и у нас деньги забрали. Вот мы, ну, благо мы успели купить одежды сцены, театральные кресла. Вот. И потом, в 2020 году нам выделили из федерального бюджета финансовые средства в рамках празднования столетия нашей республики. Нам выделили деньги, и мы провели ремонт косметический в здании нашем 21-м. Вторую половину довели, и мы вот сегодня рады представить, зрители приходят. Наверное, глаз радует. Мы очень надеемся. Да. Но всё равно у вас там сколько посадочных мест? К сожалению, очень мало посадочных мест, 70 всего лишь. Да, 70. И зал заполняется? Зал, ну, так интересно, да. Но на самом деле, из года в год всё лучше и лучше, потому что зритель привыкает, и, как очень много говорили, эту проблему поднимали. У нас вроде бы и центра города, и в то же время нет. Он как бы сбоку стоит, на Чернышевского. И сплошь с Ленина пешком далеко идти с остановки. И здесь только один автобус ходит, тройка, а 35-й. Вот. И там расстояние довольно-таки длинное. У кого транспорта нет, очень сложно набираться. Вот. Но зритель сейчас привыкает, и мы этому, конечно же, очень рады. И, конечно, ограничительные меры, когда вот были введены в связи с ковидом, там 70 посадочных мест, нам говорят сначала разрешается 50%, это там у нас 35%. Это совсем 35%. Потом говорят, ограничение 75%, то есть 25% там у нас 10 человек придёт, и всё. И артисты должны, конечно же, на полную отрабатывать показывать спектакли. Вот. О чём бы я ещё хотел рассказать. Как я уже сказал, наш театр представляет пять народов, и мы... Вот у вас проблемы нет, да, вот с поиском репертуара драматургов, чтобы писали вот на языке, да, на языке оригинала. На самом деле, конечно, здесь есть свои проблемы, нюансы. Как многие говорили, наверное, весь наш материал строится на мифах, легендах, каких-то преданиях, и из этого вытянуть и сделать полноценный спектакль очень сложно. И в этих мифах, легендах очень много любовных историй, очень много именно любви и трагедии на эту тему. Ну, в основном сюжет вокруг этого, да, строится? Сюжет вокруг этого строится, и вообще материал очень сложный. Буквально вот в январе как раз у нас была встреча. Государственный советник Андрей Савич Борисов собрал представителей всех театров нашего города, представителей, ну, и из других наших городов представители театров были, представители общественности, писатели, авторы, драматурги, заведующие литературных частей театров. И там как раз-таки вот подняли этот вопрос о том, что действительно есть такая проблема, и она не только у нашего театра. Материал. Очень сложно с материалом. Да. Потому что если пишут пьесу какую-то, её надо адаптировать именно под сцену, под театр, и это надо писать либры, это очень много работы. Ну, эта встреча прошла не зря. Я вот не помню, протокол вышел, нет, но там решили, что теперь учреждения будут очень тесно работать с авторами. С авторами. Да. Вот и я надеюсь, что в скором времени... А вообще недостатка нет, да, во-вторых, люди пишут? Тоже жалуются, что... Да, мы говорим, что нету материала, но в то же время союз писателей сказал, что материал есть, вот современники пишут, и старый материал, всё это есть просто... Когда мы приносим в театр, говорят, они говорят, это не подходит. И вот поэтому решили, что автор вместе с учреждением будет именно работать... Над адаптацией. Над адаптацией, чтобы либры это специально под спектакль. Вот. Ну и вот расскажите о ваших спектаклях, какие вот у вас были спектакли, какие прошли, а потом о будущих поговорим. Открытие нашего театра было с премьерным спектаклем «Гасахунат» по ивенкийской легенде. Потом мы поставили спектакль по Курилову «Белые волки». Мы его играли на якутском языке, на русском языке и на языке оригинала, на югигирском языке, да. Потом мы поставили по венкийскому немкану поставили, «Нольтёк» спектакль. Потом поставили по Марии Нолгенет, венской писательнице спектакль «Зов тундры». Потом поставили по Ольге Фольковой спектакль о... там несколько родов, о Долганах поставили. Ещё «Проклятое стойбище», да? Да, ну вот «Проклятость». Она написала «Мёртвое стойбище», и мы выпустили спектакль «Проклятое стойбище» режиссёром, который является Роман Дорофеев. Вот. Ну, на самом деле, мы сейчас охват именно. У нас не хватало спектакля о чукчах, то есть, ну, о каких-то их преданиях, легендах. Вот. И сейчас в марте готовится премьера. Режиссёром данного спектакля является Сергей Потапов. Все знают, в курсе, кто... Ну да, это наш известный режиссёр. Да. И вот в марте, 10-11 марта, приглашаем на премьеру будет спектакль о чукчах, вот, о чукотском народе. А также в эту пятницу, субботу, 17-18 февраля будет премьерный показ спектакля «Каркадона Бео Ягананди». Вот спектакль по мотивам рассказа «Ярхадана». Ну, наверное, все слышали об этом рассказе, о легенде. Вот. И у нас будет премьера этого спектакля. Режиссёр данного спектакля – Антон Батаков. Вот. Очень много работы идёт. Так как мы созданы на базе ансамбля «Гулун», помимо спектакля, мы должны еженедельно, мы показываем спектакли два раза в неделю, в пятницу, в субботу. У нас, согласно штатному расписанию, всего лишь 30 работников. Из них у нас только 17 артистов. Вот. И, конечно же, очень такую свою роль играет нехватка штатных единиц. Элементарно у нас артистов не хватает. Работников сцены нет у нас. Допустим, наши ребята – артисты. Вот зрители проходят, смотрят спектакль, и всё это оформление делают наши ребята. Сами артисты. Сами собирают, потом играют в спектакль, потом всё это выбирают. У нас есть нормативные акты, документы, приказы. Помимо того, что наши работники являются артистами, основной персонал, на каждую возложены обязанности. В связи, опять же, с тем, что не хватает штатных единиц. У нас кто-то отвечает за охрану труда, кто-то за антикоррупционную деятельность, кто-то по гражданской обороне. Это артисты? Да, артисты. Девушки кто-то шиёт, кто-то реквизитом занимается. Ну, это вообще на творчестве же не сказывается разве на творчестве? Вот это вот несвойственные функции исполнения, несвойственные функции. Ну, мы надеемся, да, что на творчестве не сказывается, но это очень много физического труда занимает. То есть, помимо своей основной деятельности, они всеми этими нюансами занимаются. Вот. Ну, как-то так работаем. Ну, вы вот молодой директор этого театра. С какого года вы возглавляете его? Сам я в ансамбль «Гулун» пришёл в 2002 году. Я поступил в Арктический государственный институт культуры и искусств. Нашим куратором являлась Любая Алексеевна. И она набрала курсы по направлению «Северный танец». И мы специально готовились, чтобы в будущем стать артистом именно этого ансамбля. Ну, по крайней мере, большая часть. Вот. И, получается, в 2007 году я окончил институт и пришёл в ансамбль «Гулун» артистом. Да. Ну, танцором. Сам я протанцевал до 2016-17 года. Ну, и сейчас как бы время от времени танцую. Но в 2016 году Любая Алексеевна, в общем-то, такую интересную политику выбрала. Правильную. Потому что, как у нас в театрах директор-художественный водитель. Вот. И она сказала, что всё-таки нужен директор отдельно, чтобы он именно хозяйственными вопросами занимался. И вот. Тем более молодой, новый театр. Проблем много. Да. И как раз таки вот мы переезжали вот в здание другое. И Любая Алексеевна в 2016 году, ну, тестировала меня, наверное. Она назначила меня в 2016 году заместителем директора по административно-хозяйственной части. Вот как раз мы переезжали. Потом закупка всю мебель. Вот. Потихонечку я начал вот входить. Ну, Любая Алексеевна, видимо, так меня готовила. Вот. Вот. И в 2017 году у нас... Ну, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на рекламу, так неожиданно, да? Ну, я... Через две минуты вернёмся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Игутк сегодня». В студии режиссёры Михаил Эверстов, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня гость студии, директор Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, Гулун, Василий Романович Слепцов. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Дорогие друзья, вы можете дозвониться и задать интересующие вас вопросы гостю студии. Говорили вот о... Да, получается... Ну, вот я рассказывал, как я прошёл год. И в 2017 году я поработал где-то год заместителем директора, и в 2017 году приказом Министерства культуры. Я был назначен директором, Любовь Алексеевна художественный руководитель. То есть, ну, она идеолог всего, что происходит в нашем театре, что мы создаём, что мы транслируем. Всё это делает Любовь Алексеевна. Моими задачами является, чтобы работники вовремя получали зарплату, выполнение, там, показателей госзадания. Вот. Ну, у меня такая роль. Ну, не зря говорят директор, хозяйственник. Вот. И... Ну, и... Время от времени танцую тоже. Совмещаете, значит. Да. Ну, стараюсь, но с каждым годом всё меньше и меньше времени на это остаётся. Вот. Я вот буквально до этого начал рассказывать и в другую сторону ушёл. Ведь мы театр на базе ансамбля «Гулун». И вот, и помимо того, что наши артисты спектакли играют, мы ещё и всё-таки танцуем. То есть нам приходят... То есть вы совмещаете и артисты, и ансамбля «Гулун», и вы же также и являетесь артистами театра. Да. Получается, в 16-17 году мы проводили работу с Министерством имущественных земельных отношений, чтобы официально носить имя «Гулун», театр народов Севера «Гулун». Но там есть, согласно закона, свои нюансы. Вот. Это у нас, к сожалению, не получилось. Но мы сейчас, опять же, начинаем работу, чтобы официальная вставка «Гулун» была в нашем наименовании. Вот. И получается, действительно, да, на сегодняшний момент наши артисты официально, артисты Государственных театров коренных мальчиков народов Севера, они как театр играют спектакли. И помимо этого у нас получается как бы народный ансамбль «Гулун», он есть, он никуда не девался. И наши артисты становятся танцорами. Вот. Ну, как-то так. Но вот такое вот совмещение, оно сложно даётся вообще артистам? Это же, с одной стороны, вот это репетиции, вот это танцы, да, это одно со всем. А спектакль, это же другое, это как бы тут больше драматического. Вот опять же, в 2014 году, когда создавали театр, очень кропотливая работа была проведена, и была написана целая концепция по развитию данного театра, данного учреждения. Согласно этой концепции, из года в год там был один из основных пунктов, это прибавление штатных единиц. То есть в идеале мы свой театр видим как бы две труппы, то есть артисты драмы, то есть сохранение языка, чтобы всё-таки артисты драмы очень много же учатся, сколько они пять лет очень научатся. А танцорам, конечно, сложно. Многие режиссёры об этом говорят, но ребята стараются, работают над языком именно. Вот. И в будущем мы надеемся, когда-нибудь к этому придём, что у нас будет две труппы, артисты драмы и также артисты вот именно Гулуна. Танцы всё-таки это наше основное. Вот. И как мы уже до этого говорили, в наших спектаклях присутствует пластик обязательно. Самый понятный язык для человека. Язык тела. Вот. Пластик. Но это придаёт своеобразное очарование, красоту спектаклям, когда вот хорошо артист, хорошо владеет своим телом. Да. Всё это у нас в концепции было прописано, что у нас танцевально-драматический спектакль должен быть, театр. Вот. И, ну, надеемся, в будущем это будет. Доведём до ума. В будущем наш государство нам выделит какие-то дополнительные штатные единицы. Ну, нужно, конечно. Тем более для артиста драмы. Вот у вас как бы специфика такая, да? Вы на разных языках ставите. И артистам придётся же и владеть всеми этими языками, если будут ставить спектакли, вы будете ставить спектакли на языках. Ну, да. Вот я сколько спектаклей перечислил. Допустим, у нас в 2022 году состоялась премьера спектакля «Кыс Хая». По легенде «Кыс Хадар» это легенда тюгестирских эвенов. Сейчас современный эвенобетантайский район, да? Там они проживают, эвены. И по ихним легендам мы поставили спектакль, и мы его поставили на якутском языке. И буквально через несколько месяцев мы его планировали поставить на эвенском языке. И получается, там же работа не просто текст перевёл, сразу начал. И у нас мы с лингвистами работаем. То есть очень тесно сотрудничаем с кафедрой северной филологии Северо-Восточного федерального университета. Вот и кропотливая работа на самом деле ведётся, ну и она и должна проводиться. Конечно. Специфика у вас такая. Да, у нас специфика, миссия сохранения языка, обычаев, обрядов. Культуры. Да. Вот. Ну, примерно так. Ага. Вот скажите, а какие у вас планы, о чём вы мечтаете вообще в идеале, как вы представляете ваш театр в будущем? Ну, сейчас очень много говорят об новом здании, новом учреждении. Арктический центр строится у нас. Сначала были разговоры, наверное, что мы туда перейдём. Потом как-то всё поутихло, как бы там концептуально уже, ну там как-то по-другому они видят всё это. Вот. Поэтому мы у себя планируем остаться в Доме Севера. Конечно, в будущем мы мечтаем, и Министерство культуры нам старается способствовать, чтобы полностью это здание нам передали нашему учреждению, нашему театру. Сейчас-то получается это здание на оперативном управлении, то есть хозяином это здание является учреждение службы эксплуатационно-технического обеспечения. А у нас как бы безвозмездная аренда. Вот. Мы, то есть, коммуналку всё сами платим, но мы как бы там на правах аренды находимся. У нас первые годы вообще сложно было там работать. Элементарно там где-то самовец закрутить нельзя, надо письмо писать. Вот. Ну, сейчас потихонечку мы своим кропотливым трудом, в принципе, доказали, и сейчас мы с ними очень даже хорошо сработались, и они нас понимают. Вот. Получается, мы в будущем, конечно, хотели бы, чтобы это здание передали полностью нашему театру. Хотелось бы... И тогда у вас увеличится, да, количество посадочных мест, цены, или как? Это повлияет на это, на количество посадочных мест. Как и в любом театре мы хотели иметь. Хотели бы иметь свой швейный цех. Специально, допустим, вот у нас сколько уже спектаклей, да, много. И нам не хранить элементарно негде. Реквизит, декорации. И, соответственно, площадь увеличится, и для хранения есть, и какие-то цеха дополнительные сделать. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы в будущем нам построили пристрой к этому зданию именно вот в части увеличения посадочных мест. Именно специальную сцену со зрительным залом. Это наша мечта. Будем потихонечку к ней двигаться, доказывать работой. Вот. Ну, на самом деле, действительно, у вас очень много проблем на самом деле, да, и творческие проблемы у вас есть, и чисто технические, материальные проблемы. Ну, это обстановление театра. Вот скажите, а гулун как это, на каком это языке, и как это переводится? Гулун, это, как вам перевести? Кулун, это очаг, костёр, искра. Вот. И, то есть, это нас заряжает к работе. Огонь, да. Да. Огонь. Вот буквально позапрошлым году мы исправили 30-летие нашего ансамбля гулун. Очень большое театрализованное концертное представление устроили в Доме дружбы народов при полном зале. Вот. И так что мы не стоим на месте как гулун и как театр народов севера. Как гулун и как и театр народов севера. Ну, у нас осталось полторы минуты. Ваши пожелания нашим радиослушателям, телезрителям. Уважаемые телезрители, будем очень рады видеть вас на показах наших спектаклей в нашем театре. Как я уже говорил, в эту пятницу, субботу, 17-18 февраля будет премьера спектакля «Каркадона». С 10-го, 11-го будет премьера спектакля «В чаще». Вот. И хотели бы, чтобы вы пришли, посмотрели наш спектакль, разделили с нами наш труд, наши эмоции. Будем очень рады всем. Да. И ваше искусство. Да. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Желаю вам успехов. Дорогие друзья, в прямом эфире принял участие директор театра «Гулун» Василий Романович Слепцов. На этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин